Сейчас кратко приоткрою тебе за навесу, как действует мухомол, чтобы ты понял достаточно чётче себе. Смотри, ты на самом деле, когда сюда пришёл, забыл правила игры и приобрёл вот эти ложные, навязанные правила от игры ума. Ум в этой игре дан как механизм достижения, познания, то есть движения, то есть для того, чтобы он двигался. Мысли – это энергия, а чувства – это и есть цель, это и есть магнит. И вот по чувствам определяется, кто ты. Больше времени в каких чувствах ты проживёшь, тем ты становишься. И вот важно жить по совести. То есть когда ты живёшь грамотно, сопутствуя канал мироздания. А канал мироздания и ты – это одно и то же. Это всё общий мир, мы с тобой одно целое. На фоне проявления материи. Вот этот маленький кусочек нашей проявленности, он решил, что он отдельный. Это похоже, как я ребёнка к стоматологу вводил, но надо посмотреть, что у него. То есть эта помощь же делается. А он почему-то своим эгом решил, что он боится, не хочет, не буду показывать, что у меня там. И тем самым, то есть он делает себе хуже. Точно так же происходит и с большими дядьками, которые просто без понимания того, что игра идёт сверху, и всё видно на энергетическом уровне. Что это только здесь он может сам себя обмануть. Но у Творца как раз такая задумка, чтобы посмотреть эту игру, посмотреть на сколько сможет вот это эго, как создание Творца, вот эта программа, забрать, присвоить, сможет себя проявить. Но в итоге всё, что было себе присвоено, то есть отдалённо от общего, общей структуры матрицы, то есть как, как, ну, свои заслуги, как, то есть я, типа, сделал это, типа, моё. Ну, это, типа, ну, вот у нас много такое происходит в мире, я оставлю это без озвучивания, пусть он будет сюрпризом, потому что игра продолжается. Вот, ну, и на самом деле всё, что создано, оно и создаётся там в атмосфере любви. То есть то, что, ну, пропитано злом, его не может быть. То есть вот это поедание яблока, даже если он был там райский сад, ну, по крайней мере, он есть у всех у вас в голове, это яблоко познания. Это было вот так вот ещё как раз-таки, вот это приобретение умственной способности, способности анализировать, сравнивать. И вот тогда вот появился и обман. То есть способность искажать факты и за счёт ума выгораживать, игнорируя одни условия и больше накидывая других. Вот. Я родился, ну, в принципе, в таких условиях, когда вот просто у меня отсутствует защита. Вот. Мама говорит, нету денег, и на улице поджидают вот такие вот, ну, дела. Ну, это ладно обо мне. Просто сейчас, когда человек вырастает, и в данном случае, ну, я, можно встретить мухомор, который даёт обратный эффект этому яблоку. Он даёт тишину ума, он даёт, то есть тебе дать настолько правдивым быть, насколько ты сможешь. Но вопрос в том, сколько ты нацеплял на себя репейника. Вот этих вот, ну, трудно назвать их вредителями. И паразиты громко звучит. Вот эти вот семена деструктивных программ, которые уходят от конов матрицы, и которые обречены на гибель. Как ты там за них не борись, то есть? Наркотики, там, вот это оружие, то есть проституция. Это всё обречено помереть. Так же, как и малые твои зашквары там какие-то, которые ты считаешь греховными. Я уже говорил, ещё раз повторю, что вот эти вот заповеди, опять же, в которые мы поверили. Мы поверили, с каким вы скопировали даже отношения тех, кто вам об этом говорит. Потому что вам обычно об этом говорят, что не убей, не укради. Говорит кто? Поп такой. В лице вашего соседа. Который, ну, сам-то, походу, где-то подворовывает, да? И вы думаете, вот, значит, эти заповеди существуют для того, чтобы их нарушать. Но нарушать так, чтобы никто не видел и не знал. Или просто врать чётко и вот просто делать картинку, а внутри без наполнения. Ну, вот. На этом вот появился Инстаграм и прочие соцсети, где мы сидим и играем своими аватарами. Играем своими вот, ну, представлением о себе, и своим о себе, и другим это представляем. Вот. А кто-то это через жизнь протягивает. То есть, и говорит, посмотрите, как у меня изобильно. И это тоже всё игра в выделение вот этих вот своих чувств. То есть, когда ты начнёшь играть в свою игру, тогда у тебя будет всё в жизни получаться. Важно с собой заняться. А так, когда ты сидишь, смотришь 15 секунд на социальные сети, и говоришь такой, вот им хорошо, у них вот. Вон как им повезло. Ты надень эти ботинки, пройди в них. Откуда ты знаешь, что это за сущность пришла из какой-то цели? Это же твоя сестра душа пришла специально тебе показать соблазн. Соблазн, чтобы ты в этом мире просидел и провтыкал всю жизнь с опытом того, что вот, блин, я тоже хочу так, и ничего не сделал. А если бы ты делал, ты бы развился в внутренней способности и стал абсолютным в том, что тебе дарит истинную любовь. И ты обязательно им станешь. Ещё будет тысяча жизней. Так что ты без расстройств можешь прямо сейчас, сколько бы тебе не было лет, хоть завтра может смерть с тобой случиться, ты просто возьми и отпусти этот момент. Расслабься. И отставь убивать себя какими-либо веществами. Это медленное самоубийство. Это запечатывание воли. Тебе потом просто вот всё подряд подвешивают, 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 понимаешь? Тебе говорят одно, а на бумаге пишут другое. Тебе подсовывают, ты там, ну, всё-то расписываешься. А что ты там делаешь? Это же серьёзные штуки, это же серьёзные вещи. Тебе просто сказали так положено, а ты не понимаешь. Где от природы задуманное с любовью идёт. А где от коммерческого, ложного, подмешившего факты, коммерсанта идёт. Поэтому ты различаешь. Можешь про меня подумать? То есть сказать, о, посмотрите, у него усы не притёсаны. Наверное, он всё это обманывает ради бабок. Наверное, вся движуха его коммерческая. И сейчас приглашать в гости начнёт, грибы продавать. Это всё он из-за денег. И про грибы он зря рассказывает, потому что наркотики, наверное, наверняка подсаживают. И всё, и потом не слезть. Вот комарик, комарик тоже вот, да, проявление. Это же общая часть матрицы. Но так как он мне наносит вред, я проявляю любовь к себе. Исключу его из этой матрицы. Так вот сложились обстоятельства. Это любовь. Потому что здесь каждый вздох убивает кислород. Вот. И понять это можно без мухомора. Потому что, чтобы понять это с помощью мухомора, чтобы оно в тебе прям пролетало так, как вот, как ясность. Ясность бытия просто твоего я-есть присутствия. Важно очиститься от блоков. И у меня вот до сих пор сидят кое-какие. То есть сидят какие-то обидки, какие-то опасения, то есть и прочее. И как их найти, это важно себе задавать конкретный четкий вопрос. На который ответить. Вот прям четко, конкретно. И чистота тела нужна. Она приходит со временем. А это как сделать? Это значит все, что продается в магазинах. Это реально почти так. Вот 5% остается от всего. Потому что все это иллюзорный мир, покрытый мраком обмана. Это все жуткая гамошка. И на самом деле так устроены просто правильные игры. Мы все сможем. То есть это все легко делается. То есть это легко вместо конфет вот этих напичканных гамошкой взять и есть финики. Какую-то хурму, арбуз, грушу, яблочко. То есть это все витамины. Это все те же сахара природные. Это тоже то, что тебе дает жизнь. Ну ладно, я обо всем тут уже. Вот пора писать сценарий на конкретные ролики. Будем. Я уже давно это говорю, намереваюсь. Но это произойдет. Потому что я пока живой. Если я вам могу, сожгите меня на моей могиле, танцуйте. Но я чувствую, что Бог рассчитывает на мои деяния. Трезвые, светлые, откровенные, по совести, с благочестием. Как я исполни свое предназначение, так помогу. Поэтому я тут без загадывания. Когда Бог решит. Он нам все может в любой момент вот так вот. Оп. И нечаянно тромб создался в башке. Сердце остановилось. Плитой задавило. Автобус сбил. Или еще что-то. Может быть какой-нибудь радиацией 5G. Или самолет сейчас скинули. И все это важно просто принять без паники. Жизнь дальше продолжится. Просто одна материя преобразуется в другую. А дух, он вечен. Слава роду, быть добрым, Мирков, успехен. Пока. Ставь лайки. П sözь в небо. Продолжение следует. Продолжение следует...